Также прочтем с вами Слово Божие, возьмем из Откровения Иоанна Богослова со 2 главы, с 10 стиха. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Тот, кто читает Евангелие, особенно неверующий, удивляется, что Христос нигде не предлагает, что если ты уверуешь, будешь в жизни жить, как барин. Будешь избавлен от болезни, от страданий, от скорби. Все тебя будут любить, уважать. Нет. Христос, наоборот, говорил о себе, что верующие в меня будут гонимы, будут недовидимы всеми народами за имя мое. Странно. Все, которые хотят, как мы слышали, чтобы за ними шли, они рекламируют что-то для человека, который последует за ними, что-то прекрасное. Но Христос не раскрашивал своего пути, чтобы человек, когда встанет на этот путь, и его встретят эти страдания, он не разочаровался. Он об этом заранее знал. Ну что, он идет? Да. Я вот, прежде чем прийти к Господу, я буквально с Господом как бы договаривался. Я говорил Господу, хорошо, я отдам свое сердце тебе. Ну, чтобы потом сразу умереть. Да. Потому что я знал, какие страдания ожидают на пути верующих. Потому что я вырос в потоп откованных сапог с самого детства. И поэтому, как решиться, чтобы отдать сердце и умереть? Чтобы не испытывать этих страданий. Но Господь сказал, нет. Нет. Если хочешь, избирай. Я тебе предлагаю путь. А ты избирай. Вот так, дорогие. И вот, Господь говорит церкви. Да, будешь иметь скорбь. Дьявол будет ввергать тебя. Он обрушивает все силы ада на кого? На верующих. Мир это его. Его жалкие рабы. А они делают не то, что хотят. А чего не хотят, а делают. Потому что они его жалкие рабы. Он обрушивает все силы ада на верующих. И Господь определил для этой церкви страдания дней десять. Это исторично. Это говорится о первой церкви, которая претерпела десять гонений от десяти императоров Рима. Эти были страшные гонения. Казалось, как можно вытерпеть? Как? Императоры приказывали всех христиан уничтожать. Вот так. Недаром существует, как я читал рассказ. Один христианин скрывался в пещере. От преследований. Он не знал, что эта пещера принадлежит льву. Но пока там никого не было, он находился. И когда он заснул, его разбудил страшный рев льва. Он был к выходу, а лев уже заходит. Лев был пещерный. А пещерные львы отличаются огромным ростом. Ну, христианин говорит, ну вот ушел от палачей Рима. Съезд меня лев. И он попятился, забился в самый дальний угол пещеры. Молится, Господи, прими уж душу мою. Но вдруг он заметил, что лев идет на трех лапах. А одну держит вот так. Он думает, что такое? Когда он присмотрелся, где-то лев прыгнул. И его сучок пробил лапу. И торчит аж здесь. Он думает, вытащить надо. Ну, как у этого зверя вытащить? Ну, он протянул руки, взял за лапу, как дернул. Он как заорал. Аж все затряслось. Но все-таки он вывернул этот сучак у него. Он стал быстро зализывать край. А потом склонился и стал лизать ему руки. Смотрите, дикий зверь. А когда лев заснул, он тихо-тихо ушел. И все равно его поймали. И на растерзание льва. То надо же. И когда на сцене выпустили двух львов, то один из них был громадный лев. А другой, поменьше, вот тот стал кататься от радости, увидев жертву. И когда он готовился к прыжку, этот сильный ляп, как взрыгал, и тот в страхе убежал. И к удивлению публики, этот громадненно подошел к нему и стал лизать ему руки. Публика была удивлена. И когда христианин рассказал, у него был шрам на лапе, так его отпустили. Амилов, зверь помнит ту услугу, которую совершил ему человек. Человек этого не помнит. Сделай сто раз тебе хорошо, а один раз плохо, и ты будешь мстить. А смотри, дикий зверь. И то помнит. Да, дорогие. Будь верен. Мир, и тот ценит верность, супружескую верность. Кто не ценит? Ценит, дорогие. Когда оба супруга верны друг другу. Дружба. Дружба, когда два друга верны. Когда попадают в различные испытания, и дружба их остается верной. Как вы помните дружба Давида и Анафана, да? Вот это дружба. Так же, дорогие, верность, как гражданина, и особенно Бог требует верности себе. Будь верен. В чем же верность, дорогие? Конечно, верность в любви Богу. К Богу. Бог претендует на нашу всю любовь. Всю любовь мы должны отдать Ему. И Господь сказал, если ты любишь кого-нибудь больше Меня, то что? Не достоин Меня. Если ты любишь жену больше Меня, не достоин Меня. Я помню, как у нас обратился один к Господу. Он был интеллигент, образованный. И жена узнала, прибежала ко мне и говорит, вот такой-то у вас теперь член церкви. Я говорю, да, он принял крещение. Все, я с ним развожусь. Почему? Не хочу жить с Баптистом. Так он что, стал хуже? Хоть и лучше стал. Не хочу жить. Вы знаете, как он переживал. Он любил жену всем сердцем. Но он не променял. Любовь к Богу и к жене. Он сказал, как хочешь, я Бога оставить не могу. Я люблю Его всем сердцем. Бог претендует на всю твою любовь. Если ты любишь кого-нибудь больше Его, не достоин Его. Вот так, дорогая душа, смотри, Бог тебе так и говорит. Будь верен в любви. Будь верен в вере. Без веры Богу угодить нельзя. Нет. Нужно иметь веру Божью. Некоторые говорят, ну я же верю. Не всякая вера есть спасительная, дорогие. Поэтому Христос отличительно сказал, имейте веру какую? Божью. Не просто я верю, значит это я имею спасение. Нет. Имейте веру Божью. Говорят, а какая разница? Я говорю, странные вы люди. Ну, пришли бы в аптеку и сказали, дайте мне лекарство. Они скажут, а какое вам лекарство? Да какая разница? Давай там любое. Они удивятся, да скажут, ну что у вас болит? Какое лекарство-то вам нужно? Вот какие. Да лишь бы лекарство, да и все. Нет, дорогой друг. Лекарство от чего? Так и здесь. Лекарство от греха. А нужна вера Божья. Она животворит сердца. Исцеляет человека от греховной наклонности. Дает ему новое внутреннее духовное естество. Вера. Потерять веру, это значит потерпеть что? Кораблю крушение. Вы знаете, когда корабль наскакивает на скалу, все пробоенное, и все, он идет ко дну. И все ценности, которые находятся на этом корабле, они идут в бездну океана. Так и человек. Порой такая прекрасная личность. Такой он был прекрасно верующим человеком. Бах! На что-то напоролся. И все пошло ко дну. Все. Все прекрасно, чем когда-то было наполнено его сердце. Так будь верен в вере Богу. И никогда не сомневаясь. Вот эта вера всегда греет нас в надежде, что все пройдет. Все пройдет. Знаете, как-то младший брат мой, он был ведущим конструктором и думал, что это высота такой славы. А когда все это закончилось, пошел на пенсию, потом он раскаялся, оплакал, говорит, все, мишура, все пройдет, все. Но, каким бы ты ни был высоким человеком, все пройдет. Все умирают. Все умирают. И профессора умирают. Все пройдет. Поэтому надежда всегда греет нас, чтобы Господь Спаситель мой. Я помню, читал один рассказ, как верующая по старости теряла память, уже забыла многие места из Священного Писания. И когда уже она отходила в вечность, у нее только осталось два слова на памяти. Иисус мой Спаситель. Иисус Спаситель. Больше она ничего не помнила. Но она твердо знала. Иисус Спаситель. Вот так, дорогой друг. Будь верен. Ведь люди смотрят на нас, как мы ходим, как мы веруем, как. Если человек споткнулся или потерпел кораблюшку в крушении в вере, то этим он подал соблазнам тем, которые, может быть, и приближались ко Христу. Приближались. А когда ты пал, они посмотрели, ой, и там-то, оказывается, люди не находят спасения. Смотри, какая величина, и все, опять в греховный мир пошел. Это соблазненно погибели тем, которые приближались к Богу. А Христос говорит, если ты соблазнил одного из малых сих, то тебе нужно жернов на шею и утопить в пучине морской. Это было бы лучше. Там в вечности пристанет эта картина. Сколько людей ты погубил своим падением. Сколько ты погубил своим падением. Запомни, дорогой друг. Верным не тогда, когда все в жизни прекрасно, а верным тогда, когда и тяжело, и в переживании. Как вы знаете, нас гнали с работы, отовсюду. Узнают, Верыч, раз, и выгоняют. Да, вот так, дорогие. И в эти тяжелые времена тоже надо являть верность. Не тогда, когда вот так сейчас свободно, еще позволяет нам собираться. Нет, и тогда, когда будет очень трудно. Бог требует верности. Эта верность пронесена христианам во всю свою историю. Потоком лилась кровь, как мы сказали. Десять императоров истребляли христиан. Но вместо того, чтобы уменьшаться, христиане увеличивались. Стали увеличиваться и запомнили всю Римскую империю. Тогда враг души дьявол меняет тактику. Он раз и дает свободу. Оп. Стал Константин Великий и дал свободу христианам. Да еще христианская религия стала государственной религией. И многие христиане стали плотскими христианами. Стали стремиться к земному, к богатству. Осуетились, забыли духовное. Поменяли духовное на материальное. Смотрите, как тактику меняет враг души. Итак, приближение. Пришествие нашего Господа. Будем верны, Господи. Верны, как тяжело, когда человеку с самого финиша, и вдруг что-то с ним случится. У самого финиша. Вот немножко было бы, и он достиг вечности. Не дай Бог, чтобы с ним что-то случилось, и он оказался в бездне ада. Да, идет борьба колоссальная, титаническая. И Господь обещает, будь верен до смерти, и дам тебе что? Венец жизни. Вот что обещает дивный Творец. Дам тебе. Храни на всех, Господь. Особенно те, которые еще не примирены с Богом. Выбирайте. Христос не предлагает ей шедевры. Он предлагает ей вот такой тернистый путь. Но ведущие в жизнь вечную. Запомни. Ведущие в жизнь вечную. Выбирай. А нам, искупленным, дай, Господь, достичь этого, это вечные цели, оставшись верной Ему. Хвала нашему Господу. Аминь. Вставше помолимся. Владыка жизни, мы славим чудное имя Твое. И за Твое любовь, которая объемляет весь мир. И ты послал Сына, чтобы не спасти только один народ, но чтобы все народы земли были спасены. Хотя ты заплатил высокую цену. И поэтому высокая цена души человека. Порой люди, не понимая, за ничто продают свою бесценную душу. За ничто. Боже Великий, благослови нас, особенно познавших Твою любовь. Чтобы не оказаться вне дверей. Как будет печально, когда мы будем стучать в двери. А Ты скажешь, я не знаю Вас. Да будет милость Твоя над каждым из нас, наш дивно любящий Бог, Отецем, Дух Святой. Аминь. Садитесь. 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 Продолжение следует...